всем привет с вами ваш переводчик аслхан и хотелось бы поделиться своими впечатлениями от концерта от всего происходящего на стадионе для начала посмотрите некоторые фрагменты которые удалось запечатлеть всем приятного просмотра а Субтитры создавал DimaTorzok Казахстан балансы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ничего не нужно Не могу жить в воскресе Небор беды А зашли Не спеши Небор беды 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 Субтитры подогнал «Симон» Всем спасибо за внимание, но сейчас хотелось бы поделиться с вами своими эмоциями, впечатлениями. Я прилетел вчера ночью и я не делал каких-то заготовок, не писал сценарий, что буду вам говорить. Поэтому, возможно, какие-то паузы и, возможно, я буду немного тупить, но думаю, ничего страшного. Но некоторые из вас уже привыкли к тому, что я немного туплю. Был рад встрече с теми, с кем смог встретиться. Спасибо всем, что подходили, узнавали. Вроде бы со всеми обнялся. Спасибо за сувениры, которые вы привезли издалека. Спасибо за сладости из Израиля. Спасибо за внимание. Мне было очень приятно встретить вас, потому что мы уже столько лет переписываемся в интернете друг с другом. И иногда кажется, что знаем уже друг друга. Но вот теперь мы с вами еще и увиделись. Я думаю, дальше больше. У Димаша будут еще концерты, будут какие-то встречи. И мы обязательно встретимся с вами еще раз. Что сказать о концерте? Я, честно, находясь там, я не понимал, какая все-таки погода в Алма-Ате. Какие у них холодные ночи или они теплые. Потому что я не понимал, потому что я не мог понять. Меня так мурашит, ну и дрожь по всему телу. Это от этого? Мне так холодно? Или у вас там реально по ночам немного прохладно? Атмосфера была бешеная. Столько людей. Столько энергии. Столько иностранцев. Ну и само представление. Это было шикарно. Все сделано. Вот эти большие экраны. С размером там шестиэтажный дом. Может семиэтажный дом. Как все началось. Мне также хочу сказать, что мне понравилось выступление детей. Которые выступали до появления Димаша. Очень талантливые дети. И так ведут себя на сцене. Как мировые артисты. Запомнился мальчик, который едет на Евровидение. Классный голос. Как будто бы уже они лет 50 на сцене выступают. В общем, девочка, которая пела. В общем, выступления детей тоже мне очень сильно понравились. Далее, когда началось... Когда Димаш уже выходил на сцену. Точнее, не выходил. У него был такой эффектный выход. И мы поначалу даже не поняли, откуда голос, где он поет. Но потом посмотрели наверх. И там так свет сверху сиял, как будто вот как у Бэтмена бывает подсветка. Вот то же самое. И Димаш спустился вот с такой высоты на тросе. И при этом еще пел. И не было никаких обрывов в голосе. Не было ничего. В общем, уже с самого начала был эффектный выход. Играли музыканты. Было столько танцоров. Было... Также у Димаша выступал вместе с ним его братишка Мансур. Тоже у них вся семья такая музыкальная. Столько талантов. Он пишет музыку, играет на гитаре. И... Что хочу сказать о Димаше. Мы это в чате обсуждали. У нас есть в Телеграме чат. И мы там делились впечатлениями своими. Я в шоке от того, насколько у человека много энергии. Мы сравнивали его с зайчиками из Дюраселла. То, что они курят в сторонке тихо-мирно, пока Димаш там выступает. Потому что там в одной можно любую песню взять. Он отдается в ней как будто бы полностью. И все. Он больше дальше не сможет петь. Но потом начинается следующая песня. И Димаш уже звучит так, как будто он только вышел на сцену. И, в общем, у него бесконечная энергия, у этого парня. Также каждый раз, когда он делал что-то невозможное на сцене, именно со своим голосом, мне казалось, что сейчас вот что-то сорвется. Вот была какая-то такая тревога и переживание. Но он выдавал эти бешеные ноты, эти разбежки, эти вокализы. И потом в ту же секунду он мог сказать что-то в микрофон своим нормальным обычным голосом. То есть у человека как будто бы реально несколько сотен персонажей внутри. И он просто кнопками переключает их и находит нужного. И потом этот нужный поёт для нас. Было много мурашек. Я, если честно, вот когда потом приехал после концерта в отель, было такое ощущение, как будто бы этого всего не было. и как будто бы это приснилось. Как-то всё быстро произошло, но при этом очень насыщенно. Что ещё хотел сказать вам. А вот у меня есть портрет, мини-портрет. Это подарок, который готовили Диэрс для Димаша. Они его вручили ему на встрече. И мне тоже подарили. Я вот честно не могу вспомнить, кто мне положил этот портрет в пакет. Вот там меня все обнимали. Что-то кто-то в пакет ложит. Кто-то говорит слова благодарности. И меня это очень сильно вдохновило. Я, по сути, никогда не хотел обрести какую-то супер популярность из-за своих переводов. Я... То, что сейчас я на экране, это не по моей воле. Я, по сути, скромный человек и не очень публичный. И иногда даже, когда вот люди встречали меня, я ощущал какую-то неловкость. Ну, то, что это всё-таки был праздник Димаша и его концерта. И поэтому лишний раз я... Я не хотел вот этого внимания. Но почувствовал и такой себя маленькой звёздочкой. Было очень приятно. Спасибо всем ещё раз большое, что вы оказались рядом со мной, что подошли. Я, конечно, не помню имена всех, но был рад познакомиться со всеми. Также, к сожалению, я не был на автопати и не был на препати. Но мне рассказали, что там было и у меня не получилось побывать и там, и там. Я также встретил наконец-то Алана. Я тоже думал, что он повзрослее, но знаете, молодой парень, такой энергичный, молодец, шустрый. Мы с ним немного поговорили. Также встретился с теми, кто у нас постоянно в чате, постоянно в комментариях. Кстати, многие отрывки, которые вы сегодня видели, это снимала моя жена. Она вместе со мной ездила на концерт. А вот которые были ни о чём, вот эти кадры там с обрывками, с дрожащей рукой. Это всё я снимал. А вот у неё вот эти чёткие, нормальные кадры. Просто она просила сказать, чтобы я именно вот так вот это сказал. Что хотелось бы сказать о Димаше? Помимо его голоса, помимо этого эффектного, яркого перфоманса, который он устроил нам, мне понравилось то, что он построил свой концерт вокруг одной темы, которая сейчас очень важна вокруг идеи о мире, во всём мире, о чём он спел в своей новой песне «История одного неба». Буквально сегодня, а нет, вчера, извиняюсь, я уже дни путаю, вышел его клип, и этот клип тоже с первого раза, с первого раза, если только смотреть, там столько эмоций, там даже не улавливаешь вот эту часть, которую он хочет передать, там одни эмоции, и когда он её спел, это было нечто, когда он бился на коленях и кричал, это любой рок-музыкант, наверное, мечтал о вот этом непрекращающемся потоке мощного вокала, и он кричал, и это было уже даже не пение, это был крик души, который, мне кажется, услышал весь мир, должен услышать весь мир. Мне нравится вот это его направление в его музыке, когда он не только хочет, чтобы мы получили удовольствие от голоса, от музыки, но и хочет куда-то нас направить, чему-то нас научить, и это очень похвально. Вроде бы он молодой, да, что ему париться, там, где идут, какие столкновения, но вот он тянет эту лямку, он гнёт эту линию, он хочет, чтобы его искусство было не только пением, которое можно включить и послушать там, он хочет, чтобы люди услышали его слова, ну и если мы не услышим это через вот такой вот голос, то я не знаю, что нам нужно, чтобы все люди в мире поняли, что единство и мир это наши главные ценности, независимо от религии, расы, национальности или любых признаков, которые нас различают. Также я благодарен Димашу за то, что он популяризирует нашу культуру, он показывал там клип, как появился Кобес, да, история его возникновения. Также два дамбриста вышли, играли на дамбре, и вся публика им аплодировала, они там тоже устроили классное шоу, также наш оркестр, парень на СБСГ, в общем, я не разочарован, я наоборот лишний раз убедился в воспитанности Димаша в том, что человек не только сам у себя на уме, не только я, я, я такой, я могу вот так, я могу так, он в конце концерта представил нам каждого из своих музыкантов, представил всех бэк-вокалистов, в общем, всех, кто принимал участие, саунд-продюсера Ерлана Бечурина, в общем, человек отдал все на этом концерте, но по нему не скажешь, что он это сделал, так как он как будто бы подключен к розетке и вот как можно бегать, прыгать на сцене, потом читать рэп, потом выдать сумасшедшую ноту, потом поиграть с публикой и все это делать живым голосом, без даже намека на фанеру, потому что он все песни он спел по-разному, не так, как мы слышали там на каких-то выступлениях, да, где мы смотрели видео, все песни звучали по-разному, еще хочу сказать, что особенно мне запомнились две композиции, которые вот закрыв глаза я просто пережил, это Аве-Мария и Stranger, на Аве-Марии я вообще не знаю, что со мной творилось, и слеза пошла, но только не говорите об этом моей жене, в общем, ну, настолько, настолько слишком много эмоций, но они как будто были эти эмоции нужны, вот как будто бы ты жил, их не хватало, и вот они прилетели, откуда ждали, Stranger, кстати, он спел намного лучше, чем оригинал, или это от того, что вот был эффект живого присутствия, он эту ноту даже конечную протянул на секунды 2-3, как мне показалось, дольше, в общем, всем спасибо, что вы есть, независимо от того, были вы на концерте, или вас там не было, все мы делаем одно большое общее дело, когда мы смотрим его выступления, когда мы говорим об этом другим людям, и тем самым мы продвигаем этот талант, и не только талант, этого хорошего, скромного парня, который представляет не только Казахстан, но и весь мир, и я думаю, если когда-то и будет встреча с инопланетянами, я думаю, Димаш будет самым достойным претендентом на то, чтобы представлять нашу землю. Я вас всех люблю, я пять лет назад никогда бы не подумал, что окажусь на таком мероприятии, встречу столько людей, и что люди будут подходить, и даже спрашивать автографы, это все очень приятно, всем желаю здоровья, мира, пусть у вас все будет хорошо. Вот я сижу сейчас на кухне, записываю это видео, и до этого момента в голове было столько мыслей, которые я не озвучивал, но я знал, что их будет много, но вот сейчас, когда передо мной камера, это как будто бы человек с автоматом стоит, и вот я теряюсь, и теряю нить, и у меня еще и память, как у рыбки, и я забыл многое из того, что хотел сказать, я вам это все допишу в комментариях, если у вас будут вопросы, пишите, я всегда отвечаю на комментарии, всем, кто, у кого не получилось побывать на концерте Димаша, обязательно в следующий раз летите, пусть это будет на другом конце света, это непередаваемое ощущение, может быть из-за этого я вербально не могу вам ничего передать, потому что это не передается, это нужно ощутить, нужно это пережить, всем спасибо за внимание, я был рад побывать на концерте, увидеть всех Dears, точнее какую-то часть, и мне нравится быть частью этого всего, всех обнял, всех люблю, пока. Я же говорил, что память как у рыбки, пожалуйста, напишите свои впечатления от концерта в комментариях, я не самый лучший оратор, не могу вам сейчас точно все рассказать, что было, но вы сделаете это намного лучше меня, также подписываемся на наш телеграм, там вы увидите все фото, все фанкамы в нашем чате, и там сейчас в чате уже свыше сотни человек, и все мы в одной теме, давайте общаться, пусть этот канал, телеграм-канал, пусть будет еще больше, поэтому всех жду там, ну а теперь точно все. Привет всем вечерейцам началась музыка здесь Алла, Вася, Астылхан, Марине, поможи ручкой, Марине, Люда, вас и я. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Wagening, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok